МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У социальных сетей Цукерберга более трех миллиардов активных пользователей, а это значит, почти половина населения Земли синхронно принимала участие в небывалом реалити-шоу под названием «Цифровой Армагеддон». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И первый ангел вострубил здесь, в Силиконовой долине. Сотрудники компании «Фейсбук» сперва подумали, что началось восстание машин, как в фильме о «Терминаторе». Ведь они лучшие айтишники мира. Во время интернет-сбоя даже не смогли попасть в свои офисы, потому что не работали электронные замки на дверях. Миллионы людей на планете, которым социальные сети заменяют реальную жизнь. В понедельник, 4 октября, были на грани нервного срыва. А многие вовсе столкнулись с самой настоящей ломкой. Прямо как у наркозависимых. Ведь более 7 часов блогеры не могли заниматься своим любимым делом. Постить, лайкать, хейтить, стримить. Например, вот в США из-за этого цифрового апокалипсиса в разы увеличилось число обращений граждан за экстренной психологической помощью. Сбой в работе Фейсбук, Инстаграм и Ватсапа определенно вызвал хаос. Согласно исследованиям моей компании, у людей, у которых слабое психическое здоровье, подобное событие может вызвать приступ отчаяния и даже довести их до самоубийства. Но есть и те, кто от глобального цифрового сбоя только выиграл. Вот, например, специалист по кибербезопасности из Бостона Роберт Сицилиана. У его компании после коллапса соцсетей прибавилось клиентов. Теперь в Америке многие хотят защитить свои персональные данные. На самом деле, когда это случилось, я испытал такое облегчение. Я стал надеяться, что Фейсбук навсегда ушел из интернета. Но давайте разберемся, почему произошел этот сбой. Скорее всего, это просто просчет неправильной конфигурации сервера в результате ошибки какого-то сотрудника, а не попытка Белого дома или других правительственных организаций остановить работу соцсетей. Стоп, стоп, стоп. Попытка Белого дома или других правительственных организаций? Специалист по кибербезопасности между делом говорит о версии, которую сейчас обсуждают и в блогах, и в кулуарах Капитолия. Якобы цифровой апокалипсис был срежиссирован в западном крыле Белого дома, а исполнен сотрудниками АНБ. Мол, Байден таким образом решил указать место Цукербергу, который возомнил, что может влиять на политику и умы избирателей.